Росполимед – предприятие с полуторавековой историей. Оно имеет большое значение для российской промышленности, а для города Кулебаки и вовсе является градообразующим. О том, как в городе относятся к нынешней ситуации с Росполимедом, рассказала глава администрации Кулебак Людмила Узякова. Росполимед для нас – это ведущее градообразующее предприятие, с которого практически начиналось историю нашего города. Несмотря на то, что сегодня действует программа развития моногородов и поставлена задача по дифферсификации экономики, но это как подушка безопасности в целом для экономики, потому что мы пережили очень серьезное потрясение с 1998 года в связи с закрытием ряда предприятий, тем не менее роль нашего ПАО Росполимед остается очень высокей. Это более 20% занятых на предприятии, зарплата выше в полтора раза, чем в среднем по округу. Это 30% налогов от собственных доходов районного бюджета. Это социальная политика предприятия, которые содержат сегодня базу отдыха Дубрава для организации летнего лагеря для оздоровления детей в летний период. На их балансе находится наше важнейшее учреждение, музей металлургов, которое тоже несет очень в себе большую роль. Ну и другие вопросы благоустройства, реализации программ социально значимых, конечно, всегда ощущается участие нашего градообразующего предприятия. Сегодня с непростым вызовом столкнулся Росполимед, многомиллионные иски, судебные процессы, сейчас все в ожидании разрешения этой ситуации. Вот как вы смотрите на происходящее вокруг градообразующих предприятий Росполимед? Мы, конечно, когда получили такую информацию, возмущены действиями тех людей, которые пытаются сегодня таким образом обескровить, что ли, Росполимед. Считаем это очень несправедливым, потому что действительно развитие предприятия происходит начиная с 2006 года. До этого момента, если были единичные какие-то вливания в оборудование, то они не играли никакой особой роли. И, конечно, если, наверное, Росполимед все это сохранилось до 2006 года, значит, наши цеха, которые стояли на территории завода, в каком они были состоянии. Это 140 лет назад построенный, Мартенский цех, сортопрокатный. И сейчас, когда завод – это самое, наверное, современное предприятие, но не самое современное, одно из современнейших предприятий Нижегородской области и даже европейского уровня. И по благоустройству, и по уровню автоматизации, и вообще в целом по технологии производства. Поэтому говорить о том, что сегодняшний Росполимед кому-то что-то должен, за то время, когда действительно происходила разруха, когда в начале 90-х годов мы боялись потерять это предприятие, потому что оно было реально в стадии предванкротном. И если бы я была в то время руководителем налоговой инспекции, да, и в любой момент можно было эту процедуру возобновлять. Но учитывая, что воспитаны на тот момент мы в режиме, что надо рассматривать последствия, поэтому не старались мы принимать меры по банкротству предприятия, а пытались все-таки в первую очередь оздоровить предприятие. Поэтому на тот момент, в 2005 году у нас уже произошла реорганизация налоговой, и предприятие еще имело задолженность по налоговым платежам. То есть не было ситуации, что там все было замечательно и хорошо. И вот уже после 2005 года, ну, может, даже в конце 2004 года начались действительно реальные преобразования. Задолженность сведена была по нулю, и начались реальные преобразования предприятия, и реализована вообще крупнейшая инвестиционная программа. Наверное, ни на одном предприятии области по такому старейшему предприятию такая программа не реализована. Это более 7,5 миллиардов рублей, и практически создано новое производство по производству стали специальных, которая позволила выйти на мировой уровень и на другие рынки сбыта по кольцевой продукции. Это, конечно, и новые направления работы предприятия, и в общей сложности вот эта инвестиционная программа, она реально повышает конкурентоспособность предприятия, и есть перспективы развития, и надеемся, что предприятие будет устойчиво работать.